Классическая феерия в лицах Это цикл передач о классической музыке под эгидой международного благотворительного проекта «Классическая феерия». В наших программах вы ближе познакомитесь с классической музыкой, поймете, что движет людьми, которые создают международные проекты. Услышите и почувствуете, как музыка преображает и раскрывает душу слушателя. Авторы, участники, исполнители – кто они? Почему именно классическая музыка? Это и многое другое мы узнаем от наших гостей. И сегодня мы поговорим с основателями проекта, которые расскажут о том, как он задумывался, для чего предназначен и каким будет. Итак, основатели проекта. Организатор, художественный руководитель и музыкант Александр Дворниченко и глава благотворительного фонда «Забота» Алена Еремина. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте поговорим о том, как все начиналось. С чем связано название «Классическая феерия», как возникла идея, что подтолкнуло вас к ее реализации? Ну, вообще, проект возник в 2012 году. Мы планировали сделать концерт в органном зале с моим братом. У меня брат живет в Нью-Йорке, за границей, уже на протяжении 18 лет. Он окончил Ельский университет, защищал за пределами нашей Родины много лет нашу страну. И вот мы решили сделать концерт в Харькове, в органном зале. Это было кодню Святого Николая. До этого всего я, как музыкант, играл для детей своим паркетом. И на этот концерт мы решили пригласить детей из детского дома, Любатинского. И вот так, в общем-то, этот проект. Мы посмотрели, что это на данный момент надо нашему обществу. Это правильно, это осознанно. Вот как-то он начал развиваться. После этого к нам присоединилась Алена Ерёмина. Прекрасный человек, прекрасная девушка, которая отдает свое сердце, душу, вкладывает в этот проект. В общем-то, вот истоки этого всего. Которое родилось название этого проекта. Да, название придумала Алена. Когда я уже поняла концепцию, которую хотят ребята получить, то, что они видят весь проект в целом. И вот посмотрела на него глобально. Я поняла, что это классическое, да, на слово классическое. Потому что классическая музыка, а феерия, потому что это действительно такое фееричное событие, громкое, масштабное, уникальное, необычное. И вот мне показалось, что это слово подходит больше всего концепция самого проекта. И вот так получилось классическое феерия, мир музыки детям. В чем конкретно уникальность самого проекта? Ну, вы знаете, уникальность в том, что люди со всего мира, с открытыми сердцами, душой приезжают в нашу страну и дарят радость не только детям, ну, хотя это самое основное это проект, это дети, но и всем харьковчанам. Это, вы знаете, в наше время не так просто такому музыканту, не говоря о величии, просто как в человеческом факторе, вот у всех дети, у всех семьи, как-то жизнь идет. И вот под Новый год, когда за границей, как раз Рождество, люди приезжают в нашу страну, несмотря на ситуацию, несмотря на все происходящее. И вот дарят свои эмоции и вкладывают душу в то, что дарят. Вот, мне кажется, это самая главная уникальность этого проекта. И, ну, конечно, что вот возможность детям все-таки, вот нашему подрастающему поколению, нашему будущему, это посетить такой концерт, приобщиться. Ну, а мы стараемся это все поддерживать на плаву и развивать. Как по-вашему, что именно вот этот проект делает непосредственно со слушателями? Как он влияет на тех, кто попадает на эти концерты? Ну, особое влияние, как мы видим, оказывается на детей, потому что они выходят после концертов совершенно какими-то другими. Даже те, которых, наверное, привели на концерты не совсем по их воле, потому что они знают откуда-то, наверное, что классическая музыка по общему стереопедитику, что это скучно, что это неинтересно. И они пришли туда, наверное, потому что их привели взрослые. Когда они находятся на самом концерте, они, вот видно по детям, как меняются лица, как они там откладывают свои телефоны в сторону, потому что они уже подготовились, что это будет неинтересно. Как они откладывают телефоны в сторону, как они начинают дирижировать головой, как они погружаются во всю эту атмосферу, как они рисуют картинки, какие-то рисунки после концерта и передают свои эмоции. Когда дети общаются в перерыве, в антракте между собой, было подслушано, и один другому говорит, слушай, я даже не знал, что это так круто. Это действительно такие моменты, такие эмоции и впечатления, ради которых стоит это все делать. Вы говорили о том, что музыканты, имея очень высокий статус, приезжают все-таки, несмотря на непростую ситуацию в нашей стране, сюда ради этого проекта. Что они движут? Почему они это делают? Ну, вы знаете, все как бы сделано, конечно, не будем скрывать на личных связях, все как начиналось с малого, да, вот как проходит человек, какие-то этапы, все начиналось с малого. Мы пригласили наших друзей и знакомых изначально в таком маленьком составе сделать камерный концерт. Потом понравилось это как бы и музыкантам, музыканты между собой общаются, ну, пригласили других друзей. И вот на следующий проект еще других друзей, которые также откликнулись. И, в общем-то, до сих пор, после каждого проекта, они на самом деле искренне на этот проект смотрят и отдаются ему. Потому что, знаете, тут не стоит вопрос денег, не стоит какой-то коммерции, когда любой музыкант видит в глаза ребенка, выходя в зал, даря музыку, видев, что полный зал детей, ну, это, наверное, дорогого стоит, потому что это очень важно для каждого, наверное, человека, не только музыканта, что-то внести вот своим трудом, своим достижением, что-то все-таки отдать людям. Конечно, не какие-то денежные. То есть этот проект в основном направлен на детей и молодежь? Конечно. А почему именно эта целевая аудитория была вами выбрана? Ну, вы знаете, изначально идея заключалась в том, что на бесплатной основе сделать это для детей, которые не в состоянии пойти на такой концерт, приобрести билеты. Ну, и потому что дети – это все-таки будущее, и за этим, в общем-то, наш город, наша страна, независимость. Дети и восприятие ребенка к музыке, вот оно же все идет от культуры человеческой. И на какой музыке человек воспитан, особенно ребенок, это очень важно. Очень здорово. Алена, тогда вопрос к вам. Как дети попадают на эти концерты? Как они вас находят, или, может быть, находите их вы, или кто-то вам помогает? Как происходит этот процесс? Ну, на самом деле, несложно найти такую категорию детей. Это и есть социальные службы, которые опекаются такими детьми. Есть общественные организации, которые тоже заботятся о таких детях. Также волонтеры нашего фонда, они тоже занимаются с детками. И уже за два года работы фонда сложилась определенная категория детей, определенный, может, даже список детей, которых мы видим, которых мы хотим приглашать. Ваш фонд заботы был основан как и почему? Фонд заботы был основан, наверное, по какому-то волшебному стечению обстоятельств, поскольку мы с моим ребенком оказались три года назад в спортивном лагере, который находится на базе детского интерната в Феодосии. И мы три недели бок о бок прожили с этими детьми, это подростки, социально неблагополучных семей. Как-то я, наверное, прониклась их миром, чем они живут, чего они хотят, что они хотят получить в этой жизни, чего им не хватает. И поняла, что мы, как общество, можем им дать. Не просто обеспечить какими-то материальными ценностями, а наша задача — дать им эмоции, свою теплоту, свои чувства. И вот из этого родилась идея создания фонда, наверное, как инструмента, как площадки, на которой люди могут объединяться и помогать вместе детям, дарить эмоции, организовать какие-то мероприятия, направленные на развитие детей, на то, чтобы дать им эти эмоции и передать свои чувства и свою теплоту. Как часто и где, при каких обстоятельствах проходят ваши мероприятия? Это только на День Святого Николая или как-то еще? Ну, пока что да. В общем-то, в планах более расширять и географию, так как это международный проект. И это не Харьков что-то был, это все города Украины планируются. Вообще планировалось в два раза в год изначально. Один год, в общем-то, мы делаем вот для социально незащищенных детей, а вот к маю, для днезащиты детей, мы планировали для талантливых детей, которые что-то достигли в каждом регионе Украины. Но на данный момент еще наш ресурс не позволяет так вот расширяться. Но с каждым годом у нас все больше друзей, больше знакомых, настоящих друзей, которые поддерживают искренне, без рекламы, вот по-человечески. Смотря на то, что мы делаем, они понимают, это для нас очень приятно, что в нашем обществе все больше и больше таких людей, которые не все равно на подрастающее поколение, на классическую музыку, осознавая и понимая, для чего это все делается, нас это с каждым годом радует. Я знаю, что у этого проекта огромное количество партнеров. Как они вас находят? Почему они начинают с вами сотрудничать? Что движет именно ими в этом проекте? Наверное, изначально ищем их мы. Это все-таки знакомые, знакомые знакомых. То есть здесь срабатывает, наверное, уже какой-то человеческий фактор. Приходим с людьми, просто общаемся, рассказываем, что мы делаем. Это вот как это все начиналось. А потом, когда есть уже продукт, есть результат, когда люди видят уже, что это такое. Они просто пришли и рассказали, как это может быть красиво или может быть хорошо и полезно, а когда уже есть готовый результат, когда есть что посмотреть. Тогда уже люди отзываются совершенно по-другому. И, наверное, они понимают все-таки, что это важно для нашего общества. У каждого есть дети. И вот та среда, та категория детей, с которой мы работаем, они же формируют социальный круг наших детей. Это наш общий дом, общая планета, наверное, общая страна, в которой мы должны воспитывать. Мы бываем чужих детей. И мы совместно, так же, как и спонсоры, партнеры, мы организаторы, люди, которые вкладывают свою душу, оказывают какие-то услуги, помогают проекту всячески. Вот, наверное, есть понимание у всех этих людей, ради чего это все происходит. Итак, какой масштаб ваших мероприятий? Какие площадки вы выбираете для ваших концертов? И в Хар-Тобе вот мы приглашаем 60% зала наполнеемости, это около 1000 людей. И считаем, что это так же не так уж и много, конечно, по масштабам для нашего города, для 2 миллиона. Но мы растем, и надеемся, что мы будем расширять и залы, и географию. В чем вы видите благотворительность вашего проекта? Главная составляющая, это то, что дети могут бесплатно послушать, о чем Саша говорил. И второй такой аспект проекта заключается в том, что 40% зала билетов мы продаем людям, которые хотят прийти послушать концерт такого уровня. И, отдавая деньги за билет, они понимают, что эти деньги пойдут на реализацию проекта в помощь нуждающимся детям. Все вырученные средства мы передаем на помощь онкобольным детям или детям-сиротам. В прошлом году мы закупили оборудование для очистки и дезинфекции воздуха в первую областную детскую больницу. Как вы считаете, благодаря чему у вас получается уже на протяжении фактически трех лет создавать такой грандиозный по масштабам и по мощности проект в нашем городе? Ну, вы знаете, наверное, Алена будет со мной согласна. Это не мы, это вот мы все. Это вы, это мы, это другие люди. Все за счет людей. Просто на... Есть большое желание, энтузиазм, с чего это начиналось вот у нас сначала изначально, а у Алены вот, знаете, такие загоревшиеся глаза и что-то... Надо что-то сделать, потому что классика, дети, это шикарно, это прекрасно. И как-то вот это донести. Ну, конечно, не только детям и нашей харьковской публике. И вот как-то за счет людей это партнеры, то есть спонсор, это вы знаете, вот последнее время уже общаюсь на протяжении трех лет, ну, это как-то даже название, оно такое-то вот. Все-таки это партнеры, на самом деле партнеры наши по идее, по желаниям, по фунту мировоззрению. Ну, вот. Мы с Аленой тоже партнеры, по идее, по желанию, и по мировоззрению. Вот с этого оно как-то с Божьей помощью, конечно, как-то все продвигается. Какие ближайшие планы на несколько ближайших лет? К концу этого года мы планируем провести два концерта уже в Харькове и во Львове. Вообще планируется концерты проводить сериями, такими турами, наверное, благотворительными турами по Украине и за ее пределами. Потому что мы можем большему количеству детей помочь, чтобы большее количество детей услышало от такого уровня и классическое. И тот город, тот регион, тот город, где мы проводим концерты, где продаются билеты, в том регионе и реализуются благотворительные проекты в дальнейшем для помощи нуждающимся. Такие задачи можно больше сеять доброго, вечного и разумного. Ну, еще хотелось бы добавить, что у нас есть классическое проектие, но это совместно еще есть фестиваль солнечное поле. Мы также его развиваем, это также для детей, это такая же благотворительность. Вот, Алена буквально через две недели улетает в Голландию, везет детей победителей фестиваля. Это также вот совместно все, вы знаете, оно как-то как на дрожжах растет. Я иногда сам поражаюсь. Вот, занялись одним, здесь люди помогают, занялись тем, также помогают, вот как-то все оно вместе, выходим уже на международные какие-то рамки. Планируем также в следующем году из классической феерии совместно вывести детей в Нью-Йорк за границу на фестиваль и в Берлин. Ну и посмотрим, что наши друзья голландцы, как они отреагируют на вот это все. Как-то, вы знаете, таким уже начиналось с маленького, Харьков, познакомились, фонд прекрасный и все вот как-то оно отовсюду откуда идет пока мы не знаем, но в общем-то мы видим, что результат есть и это главное. Благодарим Алену и Александра создателей прекрасного проекта Классическая феерия и искренне желаем, чтобы как можно больше людей узнавали об этом проекте и проникались классической музыкой. С вами была программа Классическая феерия в лицах и я, ее ведущий Кирилл Камышанский. До новых встреч! КОНЕЦ